У его женщины, например, много мужской энергии, и она ему всячески это демонстрирует. Ему-то что делать? Когда это происходит, у мужчины есть возможность способствовать пробуждению женщины. И для этого ему важно восхищаться. Для этого ему важно, когда она... Восхищаться, если он видит в ней мужчину, по крайней мере... Это осознанность. То есть я вижу, что у тебя больше мужских энергий, ты сейчас со мной споришь. И первая реакция – восхищение. Я восхищаюсь этим. Назвать это качество чем-нибудь женственным? Нет. Второе – это, когда она проявляет тебя, она прям вскоре, дать ей понять, что ты первый. Ну... Так она же может тебя завалить. Мягким образом. Да, мягким образом. Потому что раньше... Ну и вообще это... Мужчина гармоничнее, когда он это чувствует, он, можно сказать, молчать женщина. Да? Ну, как правило, такой мужчина не притягивает свою жизнь, а женщина с мужскими энергиями. И они друг друга обучают это. Ну, у нас немножко сейчас все пока по-другому. Вот. Не все так, как хочется сразу, драматично. Женщина начинает спорить и проявлять мужественность, когда ее мужчина не уверен в себя. Она чувствует себя незащищенно. Да. Она чувствует себя незащищенно. И все, что она говорит, мужчине важно воспринимать с благодарностью. Благодарить ее за то, что показало ее внутреннее состояние неуверенности. И сразу станешь мужественнее и сильнее. Через принятие, да, уже переход идет в новое состояние. Любой переход в новое состояние идет через принятие. Да, я принимаю ее проявление сейчас. Ее мужские энергии говорят о том, что я где-то ослаб внутри, в своих состояниях. Она чувствует себя незащищенно. То есть она, чтобы не делала в этих мужских энергиях, она говорит, что я не чувствую себя защищенно. Защитите меня. Принимайте. Все понятно. Принимайте. И еще раз принимайте. И еще раз принимайте. Продолжение следует...